Всем привет! Сегодня у нас матч Ронио Салливана и Али Картера, мастерс 2009 года. Шестой фрейм, начался с ошибки Али Картера, и Ронио не вступает в атаку, в очень хорошей позиции, здесь уже даже ничего делать не нужно. Только выходить, хорошо забивать шары, ну и надеяться на хорошую серию, но главную победную сделать. Победный брейк, ну а там видишь, может и сотенная серия получится. Судит матч Микайла Тап. Хороший Кэнон с красным. Ну вообще, с такой позиции тут как не ударь. На любой шар можно выйти. Очень хорошо они расположены. На момент этого видео Ронио был только трехкратным чемпионом этого турнира мастерс. Ну и все помнят, что Ронио не выиграл на этом турнире. Четвертый раз завоевал свой титул. Но отчет Али Картера ошибка. Так что в момент Али Картера дает Ронио chances, вместо Ронио создает chances. Это был большой матч, большой ночи. 53. Как он играл в последний рейт, был суперб. Как он играл в этой сезоне. Турниат. Джо Перри Али Картера обыграл. Он будет очень удивлен с его уровнем перформации до этого матча. 60. Он просто не делает это в моменте. Затем был Стивен Магуайр. 61. Ну и в финале уже под конец Марка Селби. Причем в случаях с Джо Перри и с Марком Селби уступал по счету. Ронио смог добиться победы. 67. Ну а как в случаях с Картером и с Магуайром, Рони спокойно смог довести дело до победы. С Картером 6-2, с Магуайром 6-1. 63. Сыграл Рони уже фреймбол, давно уже. Но осталось забить еще два красных, два красных с цветными. И тогда Рони сделает свою сотню, первую в этом матче. Самый сложный шар сейчас. 64. 5-3-5. Не отец в бестни в бреде, но он говорит о том, что он говорит. Он говорит о том, что он имеет два или три шанса, в каждом фреймболе, пока он входит в клинчо. Но это бред, который был играл очень хорошо. Да, и это то, что этот пак-процессор пришел. Ну и можно защитить стол. 110. Левая рука уже играет. Все на левке. Это не проблема! Это было немного похожее, когда Ронио Сулерин просто смотрит на Али Картера, он будет удивлен с этой перформацией, но Рокет, с 128, слишком очевидно. Ну и вот седьмой фрейм. Начинал его Али Картер. Да, не самый лучший отыгрыш. Ну, довольно опасный был удар. Хорошо, что хоть Биток ушел на черный борт. Последствия есть могли быть намного худшими. Для капитана. Опасную позицию занимает второй сверху красный. Осенней, как говорится, Да, грубая ошибка от Картера, и хорошую возможность подарил Ронни. Он-то своих возможностей не потеряет. Тем более в этом видео. Ну, поэтому начинает разбираться с этой позиции. Тоже хорошее, в принципе. Один небольшой подбой, думаю, необходим. Ну и этот красный, который самый верхний получается. Оставлен как резервный. На случай плохого выхода на синий, если будет не тот угол, не в ту сторону, Ронни использует эту возможность. Ну вот, в принципе, неплохая возможность. Можно подбить, и будет играться верхний красный. Второй сверху. Но не самый простой удар. Через красный придется играть. Ну, сыграно, все точно. Отличный переход на синий. Продолжение следует... I think there's enough reds in the open for him to pick off. Ну и тут можно, в принципе, подбить эти красные. А, играется левый шар, ну тогда, может и не надо. Можно всё тут разыграть поочерёдно. Ну и следующий цветной, дорогой, уже будет удар на сотню. Еле-еле упал красный. Непросто счастье. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.